И здесь сложный вопрос. И он не находится в плоскости международного права, потому что международное право не регламентирует процедуру распада государств. Поэтому распад что Советского Союза, что Югославии происходил, вы сами знаете как. С помощью войн. И то, что сейчас происходит, это в общем результат распада Советского Союза. Принцип, что территориальной целостности, что право на самоопределение здесь не работает. С одной стороны, понимаете, принцип самоопределения, да, но армян есть свое государство, оно называется Армения. Принцип самоопределения распространяется на тех, кто своего государства не имеет. Вопрос территориальной целостности, да, но Азербайджан не был в числе основателей ООН. Поэтому это вопрос тоже, понимаете, в подвешенном состоянии. История на самом деле здесь не закончилась. Понимаете, цеплязи уже за что Армения и армяне здесь могут цепляться, это за изменение этнического состава населения. И вот здесь у них какие-то, какие-то шансы есть. Но, скорее всего, вопрос будет решен так. Я думаю, что вы этого публиковать не можете, но я вам скажу. Россия в Закавказе все, ее там больше нет. Мне это не очень приятно говорить, но ее там больше нет. Ни в Азербайджане, ни в Армении, ни тем более в Грузии. Решать этот вопрос будут Запад с учетом мнения Турции. Западу невыгодно исчезновение Армении по своим интересам, но он не хочет давать. Ну, России тем более невыгодно, да, но Россия больше не при делах. Поэтому Армения, безусловно, сохранится. Никакую войну Азербайджан против самой Армении не развяжет. Но Турция получит коридор в интересах Запада для того, чтобы иметь выход в Среднюю Азию и там портить жизнь России и отчасти Китаю. Взамен Армения получит два района Азербайджана, которые раньше связывали Карабах с остальной территорией Армении. Понятно, что это решение не понравится ни вам, ни им, но Запад вас спрашивать не будет. В отличие от России, он с вами церемониться не будет. Он вам скажет вот так и так. И все. Власти в Ереване и власти в Баку его примут. Для них ваш конфликт – это игры детей в песочнице. Ни вы, ни Азербайджан им неинтересны. Ну, до какой-то степени интересно, но Армении интересно как заноза для Турции. Вот в этом смысле будет интересно, чтобы вас сохранить. Чтобы турки особо не наглели. С другой стороны, интересы Турции частично учтут для того, чтобы направить ее против России. Отчасти против Ирана, но главным образом против России. Для этого ей нужен коридор. Поэтому решение будет, скорее всего, вот таким. Единственный вариант – это цепляться за факт изменения этнического состава населения, что под угрозой физического уничтожения армяне должны будут это покинуть. Но Запад и так готов против Азербайджана это использовать. Для давления на Азербайджан, чтобы превратить Азербайджан, если угодно, во вторую Украину. Потому что никто больше, ни Польша, ни Латвия, ни Грузия на эту роль не согласны. Это выехало, но это дает основание не закреплять за Азербайджаном эту территорию и подвесить вопрос. Вот что это дает шанс. Знаете, насильственное изменение этнического состава населения – это тут косовский прецедент. Вступает в силу, который Запад трактовал против Сербии в пользу албанцев. И здесь он его на данном этапе уже будет трактовать в пользу Армении против Азербайджана. При вот определенном раскладе. Знаете, Запад, который теперь главным будет в Закавказье, его интересует там только одно – Россию брать. Ваш конфликт будет решаться. Кость одной стороне бросит, кость другой стороне бросит. Костью для армянской стороны будет увеличение международно признанной ее территории. Насколько помню, у вас там находятся три монастыря, и вы эти три монастыря получите. Костью для них будет коридор, который вас заставят открыть. Ради того, чтобы Турция имела выход в Среднюю Азию и портила жизнь России. И выход для того, чтобы снабжать Азербайджан, который должен стать для России новым источником проблем. Потому что администрация общины, скажем так, армянской Нагорного Карабаха продолжает существовать. Крайне всего прочего, все прошедшие до этого годы, она была все-таки формализована и признавалась самыми разными международными инстанциями. Я думаю, что МИД Азербайджан несколько поторопился осудить его заявление, кстати. Потому что вопрос не снят с повестки дня. Это изгнанники, по сути. Соответственно, вопрос повисает. Я бы не сказала, что здесь есть полная аналогия с палестинцами, но тем не менее, вопрос повисает. Это заявление касается международной деятельности Ирана и позиции в международном клане. Отрицать наличие этой общины Иран не намерен. Это понятно, но это объективно так. Это не только Иран признает. Да, были армяне в Нагорном Карабахе. Их сейчас там нет. У них должны быть какие-то провалы этих людей, потерявших дом, собственность и так далее. Это вопрос, который невозможно замылить. Она несколько торопливая резкая реакция. Вот если бы эту оценку выдал бы сам президент Алиев, немножечко был бы другой тон. Мне представляется, что это несколько подпешных реакций. Вообще поведение вот этого последнего президента, оно выглядит довольно странно. Как только его назначили, он, значит, и Азербайджан начал боевые действия, он тут же капитулировал. А потом сразу же подписал этот указ о распуске Нагорно-Карабахской республики. Почему он так поступил? Ну, возможно, тут были какие-то договоренности с Российской миротворческой миссией. Его уговорили, возможно, чтобы не доводить дело до серьезной войны. Ну, вот он так и поступил, а потом еще, значит, взял и упразднил Нагорно-Карабахскую республику совершенно незаконно. Вообще странно, человек взялся за такой пост и так себя повел. Ну, не готов ты был, вот Варданян, он готов был бороться до конца, и даже вот его арестовали, он не уехал, не сбежал оттуда, из Нагорного-Карабаха. А этот подписал указ, его, видимо, за это и выпустили из Нагорного-Карабаха без проблем. Ну, если ты не готов был бороться до конца, зачем ты президентом становился? Вообще-то какая-то темная история с его назначением, и непонятно, с чем это было связано, и зачем это надо было делать. Конечно, он медвежью услугу оказал Нагорно-Карабахской республике, взял и упразднил, когда можно было, в общем, создать правительство в изгнании. Вот, кстати, сейчас все карабахцы, они в основном в Армении находятся, основная масса населения. Они сейчас могут совершенно спокойно провести выборы своего нового руководства, парламента избрать, и президента нового избрать, создать органы управления в изгнании. Вот, и потом вести переговоры с Азербайджаном уже о статусе Нагорного-Карабаха. Азербайджан, что он думает, что вот он изгнал людей, проблему решил? Ну, это я не знаю, кто так делает. Наверное, фашисты только так, нацисты планировали сделать вперед Великой Отечественной войны. Ну, и Израиль сейчас вот тоже, видимо, хочет, по примеру, Азербайджан, этническую чистку провести в секторе Газа, освободить ее, потом присовокупить к своей территории. Как можно указом упразднить Нагорную Карабахскую республику, созданную на основе референдума, волеизъявлением народа. А тут один президент указ, даже не парламент там что-то, просто президент взял указ. Так не делается, такие вещи не делаются. Так что, конечно, он и изначально не имел юридической силы, просто, ну, это какой-то такой капитулянский акт, который совершенно невозможно объяснить. Ну, понятно, что беженцы возмущены, то есть их обманули по полной. Вначале их обманула российская сторона, которая обещала их защищать. Вот. Ну, о том, что Азербайджан их обманул, это понятно, что он трехстороннее заявление подписал, ничего не выполнил. Ну, от Азербайджана чего-то большего нельзя было ожидать. Вот. А тут и собственное руководство их фактически кинуло. Народ пришел к нему требовать ответа, естественно. Ну, о чем он может сказать? Испугался он, наверное, что с ним расправятся там местные органы власти в изгнании будут действовать. Вот. Они будут уже, так сказать, и международную общественность против Азербайджана поднимать. Ну, и будут готовить страну, так сказать, людей к возвращению Нагорного Карабаха. Международная ситуация ведь может достаточно быстро измениться. Вот. И в России могут быть перемены. И, так сказать, тут Иран замешан, и Турция. И тут может быть большая война вообще. И как все это повернется, никто не знает. А он тут думает, он вот пришел, изгнал армян и решил вопрос. Так вопросы не решаются. Тут должно быть справедливое регулирование, которое будет принято и армянами, и азербайджанцами. Тогда, вот, это может быть надолго. А так, это так не делается. Есть же вообще проблема прав человека. И если мы говорим о праве нации, я здесь говорю именно вот уже как независимый эксперт. Если мы говорим о самоопределении, о праве национальное самоопределение, скажем, людей из русских Донбасса, да, Крыма, то карабахцы, арцахцы, вернее, правильно будет так, они же имеют на это право. Почему армянские власти не поставили этот вопрос? И начался исход, потому что история слишком болезненная и дает примеры. Они считают, что у них там будет невыносимая жизнь. Может быть, сейчас, конечно, так вот не скроешь преступления на этнической почве, но всяко может быть, и уже, и убийства, и прочее, и просто созданы невыносимые условия. Если нет автономии, официально это не в государственной структуре, так сказать, построения государства, то кто должен отвечать за это? То некому и защищать тогда будет, так вот обязаны. Пусть там не желают того, но азербайджанские власти, если бы была автономия, они просто обязаны хотя бы отчитываться перед мировым сообществом, потому что такие-то права обеспечены школой, и есть образование на родном языке и прочее, прочее. От другой стороны, конечно, к тому же Алиеву, наверное, все-таки важно тоже выглядеть не таким, как хамазовцы, понимаете, а цивилизованным деятелем. Вот, и он будет утверждать, ну, Алиев-то Алиев, понимаете? Алиев-Алиев, а вот рядовые вот эти озлобленные азербайджанцы, которые кресты расстреливают и уничтожают, они, от них можно ожидать вот цивилизованного поведения? Мне кажется, нет, поэтому справедливые, не просто опасения, а вот страх. Вот, хотя я не исключаю, что вообще как-то мне трудно очень поверить, что вот так раз, ждали все, и все, и так это все вот рассосется, и все. Мне кажется, сейчас задним числом как-то будут вот чесать затылок, и все-таки как-то вопросы это ставить. Политические могут быть двойные, но реальные может только Россия. У кого, как говорится, есть автомат рядом, тот и может реально защитить, прилетить, забрать, если что, в конце концов, встать на пути убийцы. Лучше 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха, армянского происхождения, все уехали и передвинулись либо там в Армению, либо кто-то в Россию, кто-то еще дальше поехал. Ну, то есть, иначе говоря, покинули Нагорный Карабах, и получается вообще странная ситуация, когда, ну, типа там, тот же Степанакер, есть город, а жители в нем, там, не знаю, не тот человек, говорит, осталось. Конечно, ситуация абсолютно ненормальная, ни к каким-то демократическим или гуманитарным канонам она не проходит. Понятна заботченность международных гуманитарных организаций, что эту ситуацию нужно как-то разрешить. Решение, наверное, одно. Люди же там жили, их родные места у них, собственность есть там, да, родственники были захоронены и так далее, и то подобное. Как так может произойти? Поэтому, конечно, они, наверное, правильно избрали курс на то, чтобы жители вернулись, и там было обеспечено для них абсолютно нормальные условия жизни. Вот, мы понимаем, что скоро там куда придут азербайджанские власти, и будут, видимо, свои правила, свои законы, свои, так сказать, традиции жизни, будут все это дело восстанавливать. Конечно, могут какие-то быть, так сказать, конфликты в этой части. Вот, поэтому гуманитарные организации, конечно, правильно. Ставят вопрос, что здесь должны соблюдаться все стандарты прав человека, прав и свобод человека, вот, которые существуют, и подписантам которых является Азербайджан, там та же конвенция по правам человека 50-го года в рамках Совета Европы, документа по линии ООН. Ну, много кто говорит. Совершенно очевидно, что Россия должна выводить оттуда свой, потому что у него мандат, по сути, исчерпался, да, кого он там будет охранять. Мне кажется, у России сейчас такое сложное отношение к этому конфликту, с учетом того, что, видите, Армения артифицировала статут МУСа уголовного суда. Вы знаете, что в России тут неоднозначно отношение к этой акции Армении. Многие депутаты и власти, в общем-то, критически к этому отнеслись. То есть, можно сказать, что сейчас отношения между Россией и Арменией, так сказать, ухудшились в политическом, дипломатическом плане. Поэтому как-то, наверное, такого карт-бланша, как было раньше со стороны России, в отношении Армении, сейчас такого нет. Вот, видите, да, ЕС заявляет, Россия не заявляет. Мне кажется, что просто российские власти решили взять паузу вот в этой такой ситуации, посмотреть, что к чему. Да, знаете, как? Сейчас вот мы многое сделаем, но противоречия к США и Европейскому Союзу. Я вот тоже такую тенденцию замечал, что вот такой в ООН там какие-то силы предпринимают, европейцы или американцы, а наши всегда выступают против. Мы ее не поддерживают. Как бы, по сути, того, что отношения сейчас плохие очень, да, из-за этого конфликта с Украиной. Поэтому с Европой, с Америкой отношения тоже очень плохие. Вот, все в противоречиях находятся. Может, и здесь такая ситуация, не хотят наши. Понимая, что здесь, так сказать, такую лидирующую, крепкую лидирующую партию играют гуманитарные организации, европейские, американские в том числе. То есть мы как бы здесь будем фарватерить, да, поскольку мы такие предложения не озвучивали, то получается, что мы будем, в общем-то, ну, озвучивать то, что уже сказали вот эти вот народные, вот данные организации. То есть вторым номером, да, выступают. А Россия не любит, особенно в компании с европейцами и американцами, быть на старых ролях. Поскольку инициатива уже прозвучала из, так называемых, недружественных стран России, вот Россия не хочет к ним публично присоединяться. Вот, поэтому она, мне кажется, взяла такую паузу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какая будет реакция из Баку, какая будет реакция там из Еревана, какая будет реакция международного сообщества. То есть вопрос-то непростой на самом деле. А как этот вопрос решить без Баку, да? Ну, вы призывы уже не можете решить, просто вы приняли там резолюцию в Бренаде, думаете, все, теперь все ее будут выполнять. А где участие Азербайджана в этой резолюции, скажите мне? Пока она не просматривается. Так что нужно каких-то практических шагов. То есть там Франция возьмет и ведет миротворческий контингент туда, вот, Степанакер, для того, чтобы обеспечивать возвращение армянских беженцев. Ну, вот это я бы видел таким практическим решением. То, что они оказывают давление, это очевидно. И то, что их симпатии на стороне и карабахстых, и армян, это тоже очевидно, да? То есть они призывают именно Баку, да? Для того, чтобы обеспечить права, и чтобы никаких нарушений не было, чтобы беженцы вернулись домой. Правильная позиция, абсолютно правильная позиция. Но, как вы понимаете, это здесь, на бумаге, там где-то далеко, на Гранаде, да, так сказать, где-то на тысячу километров. Другое дело, вот конкретные люди, которые совсем недавно в страхе бежали просто, да? Да, вы же видите, я видел картинку, типа, на Керт, там, все по имуществу, побросали машину, оставили, так сказать, там даже кто-то животных оставил, да? Ну, не могли с собой все забрать, это очевидно. Вот, и вот город вымер практически, да, большой город практически вымер. Вот, как вот вернуть людей обратно, да, вот что для этого делают Евросоюз и США? Да, даже если тут Алиев не приехал, понимаете, он уже высказал свое отношение. Ему это все не нравилось, да, вот он против этого, он не собирается сделать каким-то резолюциям. Вот, практически, означает, что он не приехал. Ну, да, наверное, нужно продолжать оказывать дальнейшее давление, ну, как я уже говорил, там, простыми резолюциями вопрос не решить. Можно вопрос решить, допустим, как вот против России они делают, или Беларуси с санкциями против Баку, сказать, так, вы не обеспечиваете, значит, так сказать, права и свободы в Сепанакерцах. Это неправильно, значит, вы не обрушаете стандарты. Мы будем, вот, против вас действовать с санкциями, да, там, какие-нибудь там экономические санкции, финансовые санкции. Вот это может быть чувствительно, да, так сказать, что может сыграть свою роль.